Добро пожаловать на наш канал! Ну что ж, я очень рад, очень рад всех видеть и скажу несколько слов. Ну, один, просто несколько слов. Знаете, я родился, крестился и женился на Петроградской стороне. Вот, и так сложилось у меня в жизни. Моя мама и папа познакомились на фронте в 44-м году. Вот, и в 45-м году, перед самым окончанием войны, представляете, вот так романтично они женились. И, так сказать, ну, я родился много позже. И первые пять лет, вот, я, так сказать, жил на площади Ватонстого, вот в этом прекрасном доме, здании бывшего купеческого банка. Ну, вы знаете, такой слепленный, черный, так сказать, великолепный дом. А потом мы переехали к Большому, я помню, на Большой проспект и ближе к Петровскому стадиону. Вот, и вот там дальше продолжилась моя жизнь. Последние пять-семь лет я живу в другом районе. Вот. И сейчас, сейчас я хочу такое сделать, как сказать, признание моей, преподношение моей малой родине. Петроградский, когда гулял вечерами по русским мыночкам с такими названиями, как Мунтауна, Подрезово, Сьежинское, Лахминское, глядывался в окна, из-за портьев которых пробивался свет люстров и представлял, сколько различных судей, взлетов, падений, разочарований, любовных переживаний, неожиданных историй происходило у нескольких поколений людей, живших в этих домах. Построены в стиле западной или русской модели. Я представлял, как дамы, в начале 1900-х годов, расположившись в мягких креслах, в своих батуах и гостинках, курят папиросы с длинными штуками, и в облаках дыма, с бокового кожи пурпурно-красного цвета, как и их губы, длина, то, начитают Игоря Северянина и Александра Голова. Который, кстати, одно время снимал квартиру со своей молодой женой, Любовью Ментереевой, на Лахтинском. И часто отправлялся гулять за Мертонейном в большой тогда Петровский парк на Берега Нилу. И вот мне захотелось остановить время в этих картинах и симуляциях города, донести свое мастерическое настроение, поделиться той сладкой ноткой грусти, которая порой охватывает, возможно, не только меня одного. Когда негий человек, немного замкнувший себе, придается воспоминаниям, бродит в странстве по Петроградской стороне, по Крестовскому и Каменному острову, по загадочному городу в городе, по Аптекарскому острову. Так, не спеша, петляя по губочкам, и я выходил на Каменоостровский проспект и оказывался в полукруге романтичной австрийской площади со скульптурами женских лиц на одном из домов, которые почему-то навевали мне настроение докадаться. А тут, в свою очередь, ассоциировался у меня с предутренним, бредным, осенним рассветом, либо с вечерними, одинокими фонарями, отраженными в лужах, на мостовой, покрытой, мокрой листью. Хочу свернуть в сторону, но почему-то, как по наитию, двигаюсь вперед. Прохожу мимо элегантного, уютного особняка, синий из углубого цвета, принадлежавшего графу Витте, выдающемуся государственным деятелям. Застываю ненадолго подле красивой чугунной решетки с фонарями, за которыми находится любимый мой дом Литва, образец Мангера. Далее немного влево, за угол, и вот передо мной дворец балерина Матильда Шесимский, символа золотого века Русского Победы. Эпоха ветра, перемен, революции, потрясений, в которой, однако, найдется место и меркантильной расчетливости маленькой звезды по отношению к мужской части царской семьи Романа. А дальше рукой подать на ветропавку, начало-начало нашего города. Делаю солидный полукруг и выхожу на Большой проспект, куда в свое время, через Ключков мост, с Васильевского острова любил заходить Федор Достоевский, своей сестре. Таким образом, ауры Петроградской страны, мое мироощущение, архитектура, русская литература, и этот едва сизаемый воздух, самой, быть может, неупознанной части нашего города, был просто обречен на то, чтобы остаться запечатленным, хотя бы в моем эссе. Петербургский воробей, мне не в этом западо льготный, многоцветный лицедей. Мал меня дождями север, скудным солнцем согревал, было на износ параметры, но со мной не горевал. Я впитал, как провокажка, белая ночь в волшебство, всей душой нараспашку, как живое существо. Но если я уеду, то не далее, дубков, не нужны мне ламаньеты, и плевать, Париж какого. Итак, давайте еще раз поздравить нашего замечательного эллизатора, нашего художника эллизатора, сеструных деятеля Юлия Антелеева. Это определенный мужество, потому что неизвестно, как примут твои работы, как к ним отнесутся, насколько это будет интересно. Ну а честь, это в общем очень важно, быть честным перед самим собой, в своем творчестве. Вот как просто честно, не идти в мейнстрим, и сейчас такое мейнстрим, сейчас вот это модно, понимаете? А вот свою честь художника и свою я, свою самость, свой талант, который Бог дал, сохранять в определенном русле. Потому что, например, в современное искусство, ну, так сказать, куча кирпича скажет, да, это шедевр. Что ж, легко, легко пойти в эту сторону, понимаете? Но вот сохранить эту честь и честность художника – это очень важно. Художника в широком смысле этого слова. Писателя, поэта и литератора, и художника, и фотохудожника. Любого, так сказать, кто занимается творчеством. Так что, спасибо. Я хочу пригласить выдающегося художника, вот это лично мое мнение, уникального артиста, заслуженного артиста России, Леонида Мозголову. Идет без проволочек и дает нож, пока. С вашим миром летчик ходит в облака. Он по тому трубану исчез в господи. Крестиком на плане, немедленно на лиге. Не спи, не спи, художник, Не передавайся снову, Вечности заложен у времени в длину. Мне просто большое... Ну, что вы сказали? Он пришел, у меня 13 моноспектаклей, посмотрел и решил, вот, сделать... Одно время мне негде было жить, и мне дали мансарду, в этом мансарде вот нас снимали. И получился такой альбом, который для меня очень дорог. И всем уже многое задарил, так что спасибо. Да, на здоровье. Тут, соответственно, фотохудожник Юрий Пантелеев представляет актера Леонид Музговой. Леонид Павлович, так сказать, во многих ипостасях, в ролях, ну, это отдельная тема. И там, вот, вы видели, он в образе, так сказать, спектакль смешной, сон смешного человека. И вот там представлены фотографии. А так еще много снимков мы делали в «Бродячей собаке», вы знаете, так сказать, «Кабаре» бродячий, да, «Подвал бродячий собаке», раньше как-то «Кабаре» был. Вот. И у нас было такое совместное творчество. Просто мы сошлись, очень сошлись характерами, темпераментами, настроениями. Вот. И вместе, как бы, вот, знаете, как фильмы снимают, как режиссеры, операторы, режиссеры, актеры. И мы с Леонидом, ну, «А ты», так сказать, понятно. Вот мы сделали вот такую, ну, фотокнигу или альбом, как хотите. В общем, вот так. Спасибо. Спасибо. Я вам буквально сексурую. Немножко еще посчастливилось учиться у великого педагога театрального Бориса Вольфовича Золова. Еще до войны у него учились Черков, Кадочников, Трофимов. Вот последний выпуск Бориса Вольфовича Зоны в 65-м году поступили. Лев Додин, Наталья Тинякова, Виктор Костецкий. Всегда говорили, школа Зона – это знак качества. И поскольку моя основная профессия – это все-таки актер, я прочту он, в переводе было так, «Дружавый», монолог Эдуардиса, не желаетесь, актер. Ночной новый монолог. Душа не ждет покоя. Одежда старинных полотно себе легко сорву. Вот тело вечное мое. Оно совсем на голову. Я снова с человеком схож. И с вами вновь живу. Я с вами схож. За сотни лет я заработал право, как равность, равным, опять беседуя с людьми. Роль коротка моя. Понять могло быть его право метаморфозу древних чувств, печали и любви. Я был бьем, и я страдал за человечею любви, за сон его несовершенств, за страховый грех. А вас, души, у твоей смеха, так что гнулись стулья, и чем печальней был мой плач, тем гром, тем был у вас смех. И я нырнул, нырнул души, твоя глубина глянул, шел по корням и по камням, бедляя и кружа, через жестокость, через ложь и сверху глаза мне глянул. Через злословие, через мрак очистилась душа, и я, как хамешек волна, со мной несет вас в душу, как боль, скитание и разрух несут в свои края, я вынес эту душу к вам. Свою и вашу душу. А вы решили, что она не ваша, а моя? И я на травмах и сно злил, а вы, лаская брюхо, лениво подвалили счет доходами долга, и падали мои слова, и рассекались глухо, и рассыпались, и попали, как шторм по берегам. Ну что ж, великый разговор подаваем братьям, был откровенный разговор на чистоту, как боль. За эту боль когда-нибудь мы поровну заплатили. Я был герой, но часто стало, я меняю роль. Теперь начну я новую монолог. Тоскующую маску ловит скину и стал жить так долго на аргигину, и то смогу, чего в герой весно. Я на аргигину, в кучу мой смех. Вот я стою перед вами, готовься, публика моя, схватиться с живот. Ирония в моих глазах, насмешка под губами. Мой смех, рассказь из тышевок, он ждет, он не лжет. Ну что такое? Я в смех. И вижу слезы ваши, хоть будто здесь на стене вы, а я сижу в ряду. Ирония пустила я. Мой горький смех вам страшен, ты плачешь, публика моя. У смех на виду. И слуш, я выгулку ложек и вету на сцену. Жестокость, зависть, и граждому смейтесь. Ваш черед, но ваша губа сводит плач. Не бледнее, чем стены, подкрасятся бы вам, как небо. Паска не берет, да смейтесь вы. И если вы смеяться разучились, я посмеюсь над вами самым. Мне правда, дорога. Хотеть не вы, что только я на гимн пред вами вылез. Это вы, передо мной раздельно до нога, парад, порога, рамки все. Ну, сходите ближе. Я религийно, я смеюсь, разглядывая вас. Вы плачете, у вас печаль. Ой, я прекрасно вижу, как слезы мудные текут из ваших мудных глаз. Рожнями поменялись, вы прекрасно. Но завтра, смотря на сцену, лёгкошь. Освящение давно, пожалуйста. Не правда, смешно, не правда. Петербургского, петербургского, ленинградского поэта Эдуарда Кузнецова, на стихи которого сочиняли музыку и пели песни, такие исполнители, как Эдуард Химик, Мария Вагоминка, Станислав Пожлаков и многие другие. Пожалуйста, Эдуард Кузнецов. И посвящается. Скажу вам, я доверяю. Вы сразу это согласитесь со мной. Вот этого великого художника, фотохудожника, я держал трёхмесячного и ячину на своих руках. Вы представляете? Прошло 65 лет. И вот я его посвящаю. Мой Юрий, дорогой бребятник, талант и почек, что краше нет. Ты, как великий бедный псаги, всех посвящаешь много лет. Талант твой, Богом одарённый, которым есть и шаг, и стиль, Он для тебя, не превзойдённый, Как утром в море нежный штык. Пусть в небе дарь уже сидели, Но сердце самокол твоё. Сегодня, в день твой юбилейный, Тебе потом наш город шлёт. Так уж и счастье Бог подай За твой талант в твоей судьбе, Даром России. Благодарю искусству пения К тебе. Поздравляю и челую Твой дядя поэт Эдуард Кристос. Я приглашаю на сцену Третьградную обладательницу звания Мисс Романс, Олю Петериш. Юрия Степановича, как меня сегодня услышали, когда не обращала внимание Это ваше учество. Хотя мы в тюрьму нам были. Я хочу сказать, Что мне очень заботу страшно. Ехали на тройке с губенцами, А вторики, камень, а вторики. Мне б теперь за твой и за вами Душу бы раздевать от носки. Дорогой. Денька, ночь, ты мой, Денька, с песней, ой, Что пройдет в тебя. Достой, с дними, С той с дними, с трудною, Что по ночам докручила меня. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Постой старинною, С той с дними, с трудною, Что по ночам докручила меня. Вспомню наши встречи, Их слуги, Навсегда прошедшие до нас. И твои серебряные руки В стройке улетевшие навсегда. Дорогой длинною, Да, ночью лунною, Да, с песней, ой, Что пройдет в тебя. Да, стой, с дними, С той с дними, с трудною, Что по ночам докручила меня. С дними, Пусть промчала всеволодная смеха, Как сквозь пальцы новая вода. Только наша тройка удалая Будет с нами мчаться сквозь гола. Дорогой длинную, Ко ночью лундаю, На смесь не той, Чтоб налетить зря. Да сквозь старинную, С той всевеструбную, Что врачам-то мучила меня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогой длинную, Ко ночью лундаю, Ко ночью лундаю, Что врачам-то мучила меня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А сейчас я хочу пригласить на сцену Известного поэта, Истинного петербургского поэта Александра Кущина. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу вам прочитать, Если вы так не представляете, Петербургского поэта, То мы, как и на его сознание, Наверное, шире, Но, тем не менее, Тени Солнца. Петербургского поэта, Полуздох, Скользнул воржавом крышам Предпоследняя лучка к жизни нить. Петя, Петь, Немой от жажды слышу, Полусумрак погружаясь, Был коронавым всадником Железным знаки власти, Арки и мосты. Петер, сам дитя твоим бездны, Бог и дьявол по пути. И ты, Первый путь вождение в революции Ленинбург, чьим духом сломлен враг, родина, врождение институции, ангел, чья судьба, кровавый стяг. И второй путь деспотов и казней, скваченная страхом пустота, бледный, разложившийся, зараженный, от гробья, камень, крест, звезда. Сон во сне, забуду винограды, поединые северные зари, Питер, пол, дома, дворцы, посады, колонавы, скрытые тени. Когда вы увидите в работе великого художника Юрия Бантелеева, то вы можете обратить внимание на мистическое составляющее этих работ, их внутреннюю силу, внутренний тайм, дух. Когда я смотрю эти работы, у меня всегда как-то очень даже... Я не могу изобразить, как это делает художник, но могу пытаться это сделать словом. Вот стихотворение такое памятник тоже. Может быть, когда-нибудь, Юрий Степанович, поставит памятник на Питероградской стороне? Да, это... Правда, что есть? Питероградской стороне, а не в другом месте. Зима приходит в город различно, а он волчей и стыден покорен. На призраков имперского величия исходят знаки ледяных коров. Ложатся на брючах в рейской голубой гови и жги легкого персидского ковра. И оттеняют и к екатерине окрест замерзшего гостиного двора. Мы, Петербург, зима твоя капризма. Пройдут дожди, растает снег и вод. Копейские слова падают с карнизов и разбиваются, и застывают в лед. О памятнике лучшим, знаменитым, талантливым творцам своей судьбы. Холодные винограды не покрыты, и хвост носят молча, как храбы. Зима – награда все, она безлична. И если ты случайно встретишь этот стих, То по простому, по животному, по птичьей, Припомни это, по маницам. Я хочу пригласить на сцену руководителя и основателя популярной в свое время группы «Зимовки и зверей» Виртуоза и календогитаре Александра Петерсона. Аплодисменты лучшие годы, но так получилось, что мы с ним уже организовали несколько мероприятий, И Юрий Степанович, такой светлый человек, который сразу подкупился, Мне очень приятно с ним работать. Ну, сто, юбилей, подарки. Подарки будут состоять из разных таких частей. Но раз мы говорили про «Зимовый зверей», Для начала, Юрий Степанович, я вам подарил самоучительную гитарь, Автор, в конце концове «Россия», Он написан на этом мире песни в группе «Зимовый зверей». Никогда не поздно, не учусь, Может быть, начали нашли гитарь. Ну, вот такого группы «Зимовый зверей» по-русски конца. Спасибо. Это для начала. Не то, что, наверное, мыслили больше всего, Как вы говорите, группы «Зимовый зверей», Но по-моему, очень много другого в жизни будет. Значительно более сложного, но менее попсового, что ли. Я, например, люблю играть джазовый музык. У меня есть несколько сольных альбомов и гитарных. Я один на гитаре играет джаз. Я хочу творить альбом, если пообщем, И сказать такую вещь. По настроению эта музыка очень созвучна в вашем идеале. Это правда. Вот все мы изменили, да, Андрей Билл. Определенный пейс. Определенный пейс. Когда вы послушаете, может быть, в следующий раз, На вашем следующем юбилее, в качестве фоновой музыки, Вы замечательные мои композиции. У меня, кстати говоря, очень приятно, Когда мои фотографии, Они вызывают какие-то, ну, возможно, музыкальные ассоциации. Или музыка называют какие-то ассоциации, видовые, художественные, фотографические, просто визуальные. Это, в общем, интересное сочетание визуального и музыки. Это потрясающе. Когда это сходится, это получается настоящее искусство. Есть у тебя же нет. Это еще не все. Я вот сегодня репетировал со своим другом детства. Евгений Акимов, такой писарист Мариинского театра, ведущий дважды, Говорят, время «Золотая маска». У нас с Евгением проект. Мы с ним дружим уже больше сорока лет, с четвертого класса. В свое время мы в одной песочнице играли, и сейчас продолжаем. К сожалению, удовольствие я тоже. Мы записываем песни нашего детства. Вот это вот, альбом, чем называется, лайфовые песнике. Здесь Евгений Акимов песен в 20-х годах исполняет. Я играю на гитаре. Почти все песни Евгений исполняет лучше, чем в оригинальном этапе. Надеюсь, это вам понравится. Ну, и последний альбом мы будем вместе с Евгением Акимовым. Здесь Евгений Акимов, Петр Туркин, Александр Петровсов. Это наш социальный проект. Мы записали песни военных лет в современных аранжировках в моей студии. Здесь 8 песен военных лет. Слушайте, получайте удовольствие. И пользуясь случаем, хочу вас пригласить. Дмитрий Тепанович, люди, они в душе дети. Я хочу суббить эту песню, которую я пел, выключившись 14-летним парнем. Называется эта песня «Петроградская сторона». К сегодняшнему мероприятию вы у нас кореной человек. Куряет дождь в Петроградской стороне. Упала ночь в колонезбор. И только желтая луна в карманный год Роняет вслед свой длинный свет. Петроградская сторона Петроградская. Путная петля счастливой, окно ловая. Мое счастье плацкое. Моя жизнь столковая. Петроградская. 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 Моя жизнь столковая. Петроградская. на сцену своего коллегу, известного артиста-балета, возгубленного артиста России, солиста Кировского, а ныне Мариинского театра, Бориса Планкова. Это замечательно, что ты сегодня собрал две цветов артиста в разных жанрах, в разных стихах. Это замечательно. Когда придумал, анализирую, меняю. И я вам хочу сказать, что Юрий Степанович действительно не простой художник. Можно легко говорить, а тоже не сложно. Потому что вы иди в фотографии. Помню несколько лет назад Юрий Степанович позвонил, говорит, Коля, давай сфотографируемся. Ну ладно, сфотографируемся. А узнаем, что за что-то принято быть такое, и начинают рассказывать. Так, ну, встретились, походили по площади, по нере. И так попробовали, и так, и так, и так, и ты вот, то импровизируешь. Но самое главное, это как режиссер. Объединенная задача, я скажу, объединенная мысль. И получалось все очень симпатично. Потом мы продолжали дружить, встречались в магазине, разговаривали, следующее, можно встретиться с Любочкой, тоже артисткой, благодаря красивой женщиной, как бы замечательно. И теперь идем, еще не придумываем, он начинает обставить задачу. Так, можно сказать, попробовать через зелькало, у фортепиано. То есть он переизвестит, как режиссер, как художник. Это можно делать, и Юрий Степанович, наверное, готов сейчас попробовать сделать театр. Это прекрасно. Я тебя поздравляю, дорогие гости, и желаю тебе эту мысль привести в жизнь. Спасибо тебе. Спасибо. Юрий Степанович тоже стал себя представлять таким, и, мне кажется, вот эта получилась фотография современного такого Андрея Болковского. Чуть там старше, это не важно, Андрей Болковский, возможно, бы тоже был бы на Лариса похожий. Вот так, я думаю. Ну, мне так хотелось представить. Самое главное интересное, чтобы был образ. Интересный, абсолютно такой вот. Образ виденный. Спасибо. Слово молодому начинающему артисту, который неоднократно принимал участие в проектах Юрия Степановича, студенту второго курса режиссерско-актерского факультета Александру Фонареву. Я, наверное, тоже прочитал одно стихотворение. Просто фотография не налеяла любимая у Пушкина. Хоть тяжело подчасное время, Телега на ходу легка, Емщик седой лихое время, Везет не слезет с облучка. С утра садимся мы в Телегу, Мы рады голову сломать, И, презирая лименью небу, Кричим «Отког!» Медреная мать! Но в полдень нету, что и отваги, Порастрясло нас нам страшней, И косогоры, и опраги, Кричим полегче дуралей, Каким по-прежнему Телега. Под вечер мы привыкли к ней, И молча едем до ночлега, А время гонит лошадей. Я скажу, что просто Юрий Степанович, Как очень большой мастер, Высокий, смотришь на его фотографии, И думаешь, что вот она правда, Вся судьба человеческая в одном снимке. И это не может не подкупать, Не может не радовать. Спасибо вам, Юрий Степанович, За то, что верите в нас, В тех, кого верите в свои проекты, Потому что я считал себя не очень патогеничным. Юрий Степанович настоял, И неоднократно звал к себе. И за это ему большое спасибо. Просто спасибо за то, что он очень позитивен, Он очень яро, он очень сразителен. И с ним всегда очень приятно работать, И беседовать, и общаться. Спасибо вам, Юрий Степанович. АПЛОДИСМЕНТЫ Как я представил, видите, у него такая внешность Вот князя Мышкина, современного князя Мышкина. Ну, вот такой, вот так я его увидел таким. Он может быть разным, но внешне и внутренне, И то, что у него из глаз, так сказать, Ну вот, будем говорить, светится. Я представил себе вот такого князя Мышкина. А, ну, собственно говоря... Собственно, Юрий Степанович, Мы вам предоставляем заключительное слово. Ну, ну, еще не совсем. Достойный финал. Еще не совсем. Сейчас я покажу На моей работе три петербургских романа. Ну, просто кто не представляет, Это три петербургских романа «Преступление и наказание. Идиоты. Белые ночи». И они в визуальном образе поданы в фотографиях. Вот. Я думаю, что сейчас, ну, небольшой, Всего 8 минут, 8 с половиной минут. И там вот сочетание как раз этой музыки, Того, что вот я хотел, Такой несколько психотелический, Чтобы вы представляли. И так вот я представляю Достоевского. Достоевского и город Петербурга Петербурга Петербурга. Много светлых лифт. Я вижу Сергей Павлович Альевский, Владимир Бланков, Вижу Грущина, Александр Петербург, И, наконец, я вижу мастера. Вот. Очень приятно всегда видеть вас. Очень приятно всегда видеть ваше высоту. Печу по мной и взгляд на воду. В находках и труде стабильный. В решениях чуда изобилие. Порой не совсем реальный, А в страсти фото – гениальный. Спасибо. Такое экзотичное имя. Чтобы сохранить честь в творчестве, надо обладать большим мужеством. В Китае, как и в Японии, из цветов больше всего уважают Хризантем за ее стойкость. Поэтому для художников и литераторов высшая награда – орден Хризантем. для артистов – Порец Освина. Но востоке только чувствует символ. Спасибо. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень интересная исполнительница одной из главных главов в моем фильме, который мы сейчас посмотрим, игрок в заключении уже – Катерина Левенева. Катерина? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Безконечным there is an deterministic EXPRESS Вот такие красивые девушки. Это посмотрим фотофильм «Игрок» по, так сказать, ну естественно, по роману Достоевского. Но вы поймите правильно, это будут сцены определенные. Естественно, это такой волонтерский проект. Слышно, да? Волонтерский проект. Это, естественно, не помогали никакие студии, ничего. Мы группой единомышленников собрались, у меня родилась такая муссель, идея, подобрал актеров многих. Вы многих увидите сейчас, здесь есть сидящие в этом зале, кто играл в этом фильме. Вот, и это вот такой, знаете, эксперимент, фотофильм. Но я его старался сделать так, чтобы это было ощущение фильма. Знаете, это очень важно. Не набор статичной фотографии, а чтобы это все было в развитии, в логическом и в композиционном. Ну, собственно, вот так. Сейчас мы посмотрим фильм, фотофильм «Игрок». Фотофильм «Игрок» Фотофильм «Игрок»